Насильно мил не будешь, поэтому приморцы ставят прививки от гриппа добровольно. Акция проходит во Владивостоке с 1 сентября. Было открыто 7 точек для вакцинации. По-разному в зависимости от погоды. Вчера было 90 человек, до этого было 100 человек, ну или около того. Когда стояла одна палатка, конечно, был больше поток людей, до 200 человек доходило. Сейчас уже менее активно. Примерно где-то 100 человек в день на одну палатку приходится. На центральной площади города пешеходы спешат по делам. К синей палатке с медиками подходят из любопытства. На шатре надпись «Здесь делают прививки от гриппа бесплатно». У входа собирается очередь. Медик, я пятый курс, поэтому я однозначно за. Я всегда делаю прививки и считаю, что они необходимы. И большинство прививок предотвратило множество заболеваний. Если есть возможность, то, например, то же самое гриппу, конечно, лучше сделать. Все врачи говорят, и отзывы я смотрел в интернете, как бы все положительно относится к тому, что надо все-таки делать прививки от гриппа. Тем более сейчас такая, сами знаете, эпидемиологическая обстановка в стране и вообще в мире. Поэтому я думаю, что она не повредит никак. У нас сейчас не настолько хороший иммунитет, чтобы организму с этим справиться. И я, к сожалению, переболела коронавирусом. Я знаю, что такое болеть, поэтому лучше привиться и не рисковать жизнью. Ежедневно сюда приходят более ста человек. Привить каждого – дело 10-15 минут. Перед уколом врач измеряет температуру и проверяет общее самочувствие пациента. Меряет давление, щупает лимфоузлы. Медкарту не требуют. Необходимы только паспорт и подпись. Они осознают важность профилактики гриппа сейчас, особенно сейчас. Поэтому пользуются возможностью, почему бы не сделать, тем более бесплатно. Чем больше людей будет привито и с иммунитетом, тем меньше будут болеть в круговой люди. Кто-то не сделает, кому-то нельзя по состоянию. А потом у нас очень много вирусной инфекции. Лучше всего привить. Как сообщают в Министерстве здравоохранения, в этом сезоне необходимо привить 1 миллион 100 тысяч жителей Приморья. Поэтому палатки открыты не только во Владивостоке, но и в Артеме уссурийские находки. Кирилл Самойлов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин